Привет, дружище! Я ради этого видоса тут посидел, наверное, ну не час, но больше чем полчаса перелопатил целую кучу своих почт в поисках этого, этого, того самого. Ребята, кто вчера смотрел видос про пельмени, а кто не смотрел, обязательно посмотрите. Есть отдельный плейлист по пельменю, там я говорил о том, что был, был вот никому неизвестный первый твинг, который еще, скажем так, не был мейнстримом. Я не знаю, как сказать, но я вас спросил, я вас попросил написать в комментариях, ребята, а помните ли вы, какой был мой самый первый твинг? Многие ответили, что Тунец, но оказались неправы. Но были ребята, которые написали правильно, это Сафонов там написал правильно, еще кто-то, я постараюсь сейчас быстро глянуть там хотя бы. Ну Сафонов-то понятно, он олдфак, он все знает, вот. А Роман Злотников написал правильно, Диктатура, твинг назывался. Кто-то еще тут тоже правильно отвечал. Были, были ребята, которые, ну, достаточно давно со мной мутятся, крутятся на этом канале и ответили правильно. Вот, если вдруг кого-то не назвал, пожалуйста, извините, у меня на мышке колесико сломано, я тут пытаюсь прокрутить. Вот, и что-то не могу больше имен назвать, но ладно, не суть. Вот те, кто ответили правильно, те красавчики, я пойду потом после этого видоса там пролайкаю, пролайкаю ответы правильные. Но не суть. Нашел я этот твинг, и он назывался Диктатура, это первый мой твинг, я сейчас вам расскажу маленькую такую историю образования этих твинков, расскажу маленькую историю гильдий, при том, что я уже сам особо много чего не помню, потому, пожалуйста, все это дело поддерживаем, подписываемся. И маленький вам совет, кто хочет более такую получить концентрированную и быструю информацию касаемо нашей новой движухи, гильдии и так далее, услышать мой бомбеж, там некоторые приколы. Подписываемся на телеграм-канал, я оставлю ссылку в описании, что-то меня вчера ночью разбомбило жестко, ну, он записал пару голосовых, но не суть. Вот, не суть, ребята, сейчас мы находимся на моем самом первом твинке, он назывался Диктатура, посмотрите, на нем 17 тысяч самоцветов, мы их, конечно же, обязательно возьмем, проролим, и как бы вы увидите, вот, как развивались аккаунты, грубо говоря, 5 лет назад, ну, вот, просто сейчас и 5 лет назад, что сейчас, а что 5 лет назад, понимаете? Так, поздравляем, вы постигли основы игры, теперь попробуйте пройти продвинутые задания в журнале обучения. Вот так вот, вот так вот, друзья, этому твинку уже лет 5, наверное, не меньше, но мы постигли, вот, все основы игры только сейчас, да, вот, жмем на сразу, а, Сарик, прикол, да? Да, типа, когда этот твинк существовал, еще такой фигни, как журнал обучения не было, вот, потому мы это будем забирать, наверное, Сарик, сколько мы тут можем всего забрать. Сейчас полную почту забьем, получить одного питомца, улучшить ратушу до 4 уровня, так, мы все выполнили, кроме завершения квеста, серьезно, странно. А, ну, может не засчитывается, может как-то странно засчитывается. Сарик, а, да, захожу на старый твинк, и тут вот эти вот задания забираем. Да, прикольно, окей, допустим, интересно, какие засчитают, какие не засчитают, потому что, ну, по сути, да, по тем, о, добавить 5 слотов на склад, да, согласен. А, это еще, причем, все на склад идет, да? Вот, это все идет на склад. Вот, смотри, сколько новых вещей, да, добавилось, он сейчас нам, нас тут обучает, по самое не хочу, а у меня золота нету, понимаешь, я даже здание построить не могу. Поздравляем, ваша ратуша достигла 16 уровня, пора воспользоваться возможностью построить более совершенную линию обороны. Господи, господи, ой, ой, тотемы, понимаете, тогда еще тотемов не было, посмотрите. Тогда еще тотемов не было, я уже молчу про эти древние испытания, вот это вот все. Вот, так, так, смотрите ли, получите, это плюс, плюс 5000 силы, ну, помним, у нас, значит, у нас сначала, грубо говоря, было, сколько там силы, у нас было, у нас было, у нас было, я не помню, что у нас было, у нас было 45 тысяч силы, сейчас она прибывает, все, игра, игра просто не может отстать, потому что тогда и судьбы не было, ребята, тогда и судьбы не было, понимаете? Тогда не было и судьбы. Так, улучшить, окей, окей, все, хватит, хватит. Все, отстанешь? Нет, милорд, врата за предели открыты, отправимся в путь. Вот это вот просто вам понимание, да, сколько локаций добавилось с того времени, я не знаю, когда последний раз выходили видео по этому аккаунту, но это было пипец как давно. Так, окей, дальше, ну, может, не 5 лет, может, 4 года назад. Все, нас игра отпустила, вот, это круто, а еще, смотрите, тут еще целая куча подарков, но мы их тоже, наверное, заберем чуть позже. Ладно, так, здесь еще все забирать и забирать, ну, я даже не знаю, ну, давай заберем, 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 заберем. Так, смените талант один раз, используя самоцветы. Так, тут тоже забираем, тогда не было вот этих вот ускорялок построек, да, ребят, тогда не было этих ускорялок построек. Вот, если вдруг вы не знаете, ну, давай сменим бесплатно, может, нам дадут. А, надо за самоцветы, надо за самоцветы. Ну, и, короче, хер, у нас все равно самоцветов много, не суть. А, так, давайте всю хурму заберем, и тогда я вам уже расскажу, ну, как бы не полностью все расскажу, потому что уже многого, к сожалению, или к счастью, не помню. Но, тем не менее, это мой первый твинг, он назывался Диктатура, он создавался для того, чтобы, короче, играть, развиваться там без доната, и вот эта вот вся хурма, и потом под него была создана гильдия. Эта гильдия называлась, если я не ошибаюсь, Диктаторы. Это наша уже была вторая гильдия. Когда я начинал играть, по-моему, еще даже до того, как я начал снимать видосы, я создал гильдию Диктатура. Вот, это была моя первая гильдия. В конечном итоге, я в этой гильдии пробыл очень долго, мы развивались, что только не случалось, и мы закончили свой путь, когда дошли до топ-3, и что-то нам реально надоело мучиться с твинками, тогда была задница в игре. Хотя сейчас задница, и тогда мы приняли решение просто уйти, скажем так, на пике, вот, не мучиться дальше, и мы распустили гильдию и объединились с хулиганами, вот, с ребятами. Потому что идеологически мы были, скажем так, с ними близки. Вот, это была моя первая гильдия под названием Диктатура. Вот, но при этом, при этом, когда уже там ютуб-канал развивался, я решил создать твинк, открыть типа проект, да, с этим твинком. Ну, он был обречен на, скажем так, на проигрыш, ну, то есть, это не история Тунца, да, во-первых, я там его неправильно идеологию прописал, неправильно там развивался, и туда-сюда, как бы. Был, был, ребята, создан твинк, и потом под него была создана гильдия Диктатор, это уже наша вторая гильдия. Твинк создавался, рубрику на ютубе я назвал, вроде, если не ошибаюсь, История одного Твинка. Мне с ним тогда помогала Елена Кравец, вот, может, кто-то помнит тоже. И там мы с ней договорились, если я не ошибаюсь, у нее был второй канал, мы ей там раскрутили канал, вот, с ютуберами. И мы с ней договорились, что она будет мне помогать его фармить, вот, я буду тоже по нему видосы снимать, потому что я думал, что я буду там не успевать. Но, понимаете, тогда, тогда игра очень сильно отличалась от того, что сейчас, да, то есть, как бы, тогда было аккаунты развивать намного сложнее. Не было такого количества халявы, не было там локаций, где, вот, эту халяву получишь. То есть, чтобы у тебя как-то аккаунт развивался, ты должен был, вот, пипец, вот, прям задротить. И вот прям задротить на двух аккаунтов, аккаунтах, из-за того, что у меня есть ютуб-канал, я физически не мог успевать. Потому я попросил Лену Кравец помочь, она мне там поначалу помогала, как бы, и вот вдвоем мы этот аккаунт, вроде как, с горем пополам развивали. Потом под него открыл я гильдию диктаторы, вот, и все было хорошо, пока там Лена с нами не разругалась, там, не перетащила на свою сторону, там, половину сангильдийцев и не попыталась, скажем так, захватить полную власть. Хотя у нее и так была власть абсолютно, вот, и, грубо говоря, она могла делать, что хочет. Но она решила с нами разругаться, короче, не буду я эту историю вспоминать, как бы, тут ничего такого интересного и хорошего нету. Кто старое помянет, тому хер его знает, что будет. Но не суть, в конечном итоге она с половиной с гильдийцами ушла в другую гильдию, потому что диктаторов мы ей не отдали. И она создала гильдию NextGen, вот, и, знаете, я все-таки придерживаюсь того мнения, что время расставляет все на свои места. Вот, ребята создали гильдию NextGen, но в конечном итоге потом, как бы, и развалились, да. То есть, и юмор, юмор истории заключается в том, что NextGen потом оказался, опять же, у нас, то есть, и что у нас тут получается? Тут даже два участника. Она оказалась у нас, друзья, и, то есть, как бы, и Твинг стал лидером данной гильдии. И с чего начиналась, к тому и вернулась. Вот такая вот оказия, да, историческая. Вот, не суть. После, после диктаторов, вот, диктаторы тоже впоследствии стали самостоятельными, вот, после диктаторов, после этой, после этого аккаунта диктатура, короче, про все это уже было забыто. И тогда, сравнительно недавно, я начал рубрику Тунца. Тогда Тунец, короче, бомбанул, там люди очень активно это все дело смотрели. Под Тунца, вот, смотрите, вот, у нас было очень много гильдий. Под Тунца была создана, грубо говоря, новая гильдия под названием Диктатусь. Там мне уже Дашка с этой гильдией помогала. А, кстати, по поводу диктаторов, да, расскажу, чем все закончилось. То есть с гильдией все хорошо, но игра меняется, задница в игре обостряется. И в конечном итоге диктаторы там с одними объединились, с другими объединились, с третьими объединились. То есть они не перестали существовать, но в целом история игры сейчас настолько, скажем так, быстра, да, и с гильдиями все это происходит. То есть сейчас огромнейшее количество объединений, и уже истоков не найти. Я не знаю в конечном итоге, уже не помню, в какой гильдии, как гильдия называется, вот, в которой находятся те самые диктаторы. Потому что было несколько объединений, ребят. И я ничего не говорю, это нормально, то есть я наоборот призываю ребзя, типа, чем плазить плюс 100-500 неактивных гильдий, нужно объединяться. И как бы диктаторы, диктаторы, скажем так, ну, не смогли обойти эту участь, потому что по-другому тут уже никак не разовьешься. То есть нужно объединяться активным игрокам. То есть диктаторы с одними объединились, потом та гильдия, которая получилась, еще с кем-то объединилась. Я, если честно, не знаю, сколько там еще раз было объединений. То есть я уже, ну, не могу следить, и на самом деле давно я не слежу. Вот такая вот маленькая история нашей, грубо говоря, второй гильдии. Потом был создан Тунец, под Тунца создали гильдию Диктатуси. Там уже Дашка рулила, вот, прикалывалась. С Диктатуси тоже, по идее, все хорошо, но опять же Диктатуси тоже начала объединяться. Вот, потому что нам игра не оставляет другого выбора. Вот, активных игроков на все гильдии не хватает. И тоже Диктатуси там с одними объединилась, с другими. И я сейчас даже, как бы, не интересовался и тоже не знаю, в какой именно гильдии уже объединенной находятся те, там, часть игроков из гильдии Диктатуси. А, вроде в Санрайсе, что ли. Тут Дашка недавно на стрим приходила, ругалась. Короче, вроде, вроде Санрайс, наверное. Ну, извините, если я вдруг ошибся. То есть, ну, это история игры. Да, сейчас огромнейшее количество старых гильдий. Ну, вот, они уже все с друг другом пообъединялись. Те же монархи. Давайте на чистоту, если я не ошибаюсь. Это смесь, смесь гильдий. Слушай, а я даже не вспомню название этих гильдий. Ну, это смесь нескольких старых гильдий, понимаете? Вот сейчас в топе, вот, гильдии, которые сохранили свои названия, старые, это хулиганы. Краснодар, не помню. Вот, но Краснодар тоже достаточно старая гильдия. Опять же, в хулиганы было большое вливание игроков из Диктатуры. Но вот название сохранили, да, потому что мы не настаивали, чтобы там название менялось и так далее. Ну, уже как бы было все равно. Дальше. Козаностро. Я не скажу, наверное, что это суперстарая гильдия, но по нынешним меркам это реально старая гильдия, да. То есть, как бы сейчас все это меняется достаточно быстро, это старая гильдия. Войсс оф Ридом можно, в принципе, тоже старой гильдией назвать. Я не помню, что, то есть, они где-то там с кем-то объединялись. То есть, это одна из старых гильдий. Джаст Кул это уже объединенные. Монарх. Монарх тоже, по идее, старая гильдия. Просто я застал то время, когда, скажем так, я, блядь, я еще тот старик, который помнит, что монарх не был изначально монархом. Это была вновь созданная гильдия, объединенная разными гильдиями, да. То есть, единственное, что не помню, какими. Но тоже очень старыми. Люди Икс это реально старейшая гильдия, которая сохранила свое название. А Ебулон, Ебулон, да, Ебулон тоже старейшая гильдия. Она еще была создана раньше, чем Диктатура. Вот в Санрайсе, походу, там люди из Диктатуси. Ньюги, я не знаю, что это. По силе, если посмотреть. Люди Икс. Лос. Тоже новая гильдия. Лукомория. Вот Лукомория, я боюсь ошибиться. Может быть, объединенная с кем-то гильдия, может быть, нет. Психодевил тоже там хер знает откуда. Юниверс, мне кажется, объединенная. Нарсия объединенная. Overlord, Добро, Кровь Дракона. UA вроде старая гильдия. То есть, ребят, я что-то не хочу никого обидеть, я просто вспоминаю историю. То есть, я вот что помню, то говорю. Если что, ребят, повторяйте, ну, поправляйте меня в комментариях. Вот просто игрокам рассказываю, да, потому что сейчас огромнейшее количество гильдий, которые объединены. Да, то есть, какие-то недавно объединялись, какие-то очень-очень давно. И вот, к примеру, как Монарх. Я даже, я помню, что это смесь разных гильдий, но я, к сожалению, уже не помню каких, понимаете. Я уже не помню каких, как эти гильдии назывались. Вот, ну, это достаточно интересная фигня, ну, по крайней мере, для олдфагов. Вот, вот такая вот история, ребят. То есть, у нас были диктаторы, у нас были диктатуся. А вот сейчас дурка. А под яйцом мы никакую гильдию не создавали. Дальше. Ну, что, давайте паролим. Давайте вообще посмотрим, что из себя представляет этот аккаунт. Ну, это жестко. Это жестко. Это жестко, 150. Посмотрите. Какие герои, да, ребята? А? Как вам герои? А? И, понимаете, 45 тысяч набить в то время, это не то, что сейчас 45 тысяч набить. То есть, если я сейчас буквально тут часик на аккаунте поиграю, то тут будет не 45 тысяч, ну, как минимум, может быть, 70, да, каких-то моментально. Вот, за счет, за счет фракций, там, смотрителей и прочее. То есть, вот такие вот герои, да? Ребят, 5 лет назад или 4 года назад, не знаю, сколько лет прошло. Но, то есть, сами видите, что это из себя сейчас представляет. То есть, вот так вот играли, вот так вот развивались. 154 уровень. Шестое умение. А почему? А потому что КГшки, да, они не сыпались как говно, как сейчас. На халяву не раздавались. Вот, друид. Вот, вы там, типа, хиллеры, хиллеры, да? Типа, уже забыли, что Гаргул когда-то был охренительным хиллером. Вот, блядь, друид! Друид! Понимаете, это то время, когда друид был офигительным хиллером. И все ждали, когда друида дадут. Капитан Дрейк. Вы на таланты посмотрите. Ну да, каменная кожа, старый талант. Бог грома, извини меня. Какой у меня тут самый топовый герой? Посмотрите, понимаете, тогда второе утекание было достаточно неплохо, если учесть тот факт, что у смерти достаточно, ну, высокая скорость атаки, да? Вот бог грома, кэнди. Вот, вот такие вот дела, друзья. А дальше, ну что, зайдем, зайдем тут. Все забрали, зайдем на склад. Вот, ну на склад нам, конечно, дали сразу целую кучу херобора. Давай попробуем что-то открыть. О, посмотрите, а кто помнит эту карточку, ребят? Кто помнит эту карточку? Я даже скрин сделаю. Ну вот, поставлю на, поставлю на заглушку, друзья. А дальше, да, ну, на заставку. Вот, поставлю на заставку. Дальше, давай открываем эту фигню, все. Блин, короче, сегодня такое балабольное, очень долгое видео. Это, наверное, нехорошо, но такие истинные олдфаги, они возьмут его, досмотрят, надеюсь, до конца. Ну, или кто-то перемотает сразу на ролинг. Ну, вот такая вводная, вводная, ребят, история. Ну, интересно было, интересно было. Были другие времена, другие замуты. Были разборки, да, там, там, с той же Еленой Крайц. Сейчас уже смотришь, блядь, такая хуйня, пиздец. Значит, так похер, а тогда ты чё, интриги, скандалы, расследования. Господи. Так, самоцветов получим. Немножко места освободим. Так, мест немножко освободим. Добавим за самый, давай немножко, так. И где у нас сами самоцветы? 18, да, это сколько у нас? 900 самоцветов. Окей, ну что, давай поролим, посмотрим, что вообще выпадет на старом твинке палач. За 18 тысяч самоцветов. Князь тыква. Подожди, а у меня что, на этом аккаунте даже князя тыквы не было? Да, ребята, поздравьте. Наконец-то, наконец-то, да, за 5 лет на этом аккаунте появился князь тыква. Прикол, укоротитель. Подожди, я надеюсь же этот аккаунт без доната, я что-то не помню, чтобы я на него донатил. Вряд ли кто-то на него донатил. Да, а, о, 16 самоцветов, но это типа с этих бесплатных самоцветов. Там были всякие приколы, ну вот сейчас они тоже появились в битве замков, ты там качаешь приложение, получаешь самоцветы. Слушай, Азарин, а твинки не хотят падать герои, что-то вообще, вот князь тыквы упала, типа и все, и хватит. И отстань, как говорится. Паладин, да ты серьезно, слушай, тут роллинг походу Оасура. Я уже хотел сказать, что роллинг тут, знаете, уровня, уровня 2015 года. Потому что падают только старые герои. Капитан Дрейк. Одержимый. Дракос. Вау! Смерть Медуза Леди Лео. Опа. Смерть Медуза Леди Лео. Вот такие вот дела. Ну-ка, давай последние самоцветы. Сердцеедка. Еще одна сердцеедка. И Берсерк, друзья! А? Как вам такое? Как вам такое? Ой, что-то ностальгия прокатилась по моему желудку. Началась сжога, правда. Вот. Ну вот такое вот видео. Извиняюсь за балабойство. Надо было, конечно, сделать другую попытку его перезаписать. Когда у меня в самом начале уже не пошло. Но сейчас утро, может быть, подтупливаю. Привык сейчас по вечерам видосы запиливать. Вот. Ставим лайки, друзья, пожалуйста. Вот. И я вам сегодня выпущу первый роллинг на пельмени. Вот такие вот дела. Еще единственное, знаете, что хотелось бы, какой вопрос поднять. 18 тысяч самоцветов было на аккаунте. Как мы знаем, да, если мы самоцветы какие-то на халяву получаем, то мы их должны забрать в первую очередь. О, извините, отсюда мы тут бонусики можем забрать. В первую очередь самоцветы мы должны, ну, типа, зайти и кликнуть. То есть зайти в игру. Или здесь там появляются бесплатные самоцветы, или на базаре. Вот. И тогда, как бы, они попадают на аккаунт. Потому что разработчики сделали все, чтобы, типа, просто так, когда аккаунт, грубо говоря, ничего не делает, когда на него никто не заходит, чтобы у него не копились самоцветы. Но при этом они каким-то образом копились. 18 тысяч накопилось. Откуда эти самоцветы попали туда? Хер его, друзья, знает. Коллекционер героев. О, мы тут сориуми. О, подожди. Еще в то время, когда этот аккаунт развивался, судя по всему, не было даже эволюции. То есть, да? Да. А может быть и были. Не знаю. Ладно, на этом все. Кто досмотрел до конца, вы прям вообще монстры. Потому что видео такое скучное. Такое было больное. Вот. Много воды. Ну, а что делать? Ну, а что делать? Всем удачи. Пока. 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 Пока.